Приветствую вас, третье всего, хотелось бы сказать вам, что поступили вы в целом верно, ну, в контексте того, как вы видели себя с мамой, да, то есть не позволили ей себя оскорблять, не позволили ей себя принижать, вот, тут вы поступили правильно, тут вы поступили верно, тут вы поступили отлично, я думаю, что ваша мама, она получила такой достаточно хороший урок, вот, и если она и не сделала выводы, какие-то, если она не сделала каких-то выводов, точнее, вот, то я думаю, что проблематика это в любом случае не ваша. Как мне думается, я, конечно, не знаю, но как мне думается, что вы недостаточно полно, недостаточно адекватно поработали со своими, как вот вы говорите, комплексами, как вы говорите о проблемах. Вот, мне кажется, что дело отчасти именно в этом, потому что вы реагируете на маму твою, вы реагируете на то, что она вам говорит, а вам это неприятно, вот, понимаете, и я думаю, что тот факт, что вас это задевает и как вы себя чувствуете в этот момент, я думаю, на многое влияет, на многое влияет, вот, поэтому история здесь, она вот именно в этом, это именно такая история. Что вы чувствуете, когда мама ведёт себя с вами так, что вы чувствуете, когда мама на вас наезжает, когда мама вас как-то впыливает и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот что вы чувствуете в этот момент, и как вы себя чувствуете в этот момент. Ну, это, пожалуй, очень важные моменты, о которых нужно разговаривать. Давайте разберём более подробно вашу историю. У меня было непростое детство, моя мать растила меня одна, точнее, растила меня, она бабушка, мама больше была в своей жизни. Да, то есть от мамы вы были отстранены, от мамы вы были отдалены. О чём это говорит, в первую очередь? В первую очередь это говорит о том, что вы всё время пытаетесь, даже бессознательно, завоевать одобрение своей мамы. Да, то есть вот вы, вы даже в своём тексте пишите о том, как много вы всего сделали для себя, да, как много вы сделали для своего обеспечения. Она вот, дескать, такая вот, да, вам постоянно всё вспоминает. То есть это чувства, они скорее ваши. А, ну, как бы в большей степени, да, это ваши чувства. Это те чувства, которые вы испытываете. И, соответственно, чем они вы вызвали, нужно разбираться, да. А, так, дальше, значит, мама была своя жизнь, она всегда была очень властной и с тяжёлым характером. Могла накричать, даже ударить, выгоняла из дома. Ну, то есть, натерпелись вы много, да. И, соответственно, привыкли зажиматься, да, возможно. Привыкли зажимать свои чувства, зажимать свои эмоции. Вот, возможно, привыкли подавлять свои чувства, свои эмоции. Вот, то есть тут тоже, опять же, как это всё у вас происходит. Вот, очень долго я старался перебороть свои комплексы из детства, работал над собой. А, как работали? Что вы делаете? Что значит перебороть комплексы? Комплексы не переборывают, комплексы раскрывают. Комплексы, это то, что мы хотим, это наше желание. Вот, простил родителей, наладил отношения, по более или менее, приемлемых. Хотя иногда мама обижалась на меня, по той или иной причине, и разрывала наше общение на полгода, год. И с этого я переживал очень болезненно. Ну вот, вот болезненность, переживание и мешает вам, по сути дела, быть свободной здесь. Знаете? Болезненность, болезненность мешает вам, по сути дела, проявлять себя. Вот. Болезненность мешает вам, выбирать, такую модель отношений, вот, которая вам бы подошла. Вот. Это всё, что это всё болезненность. Да, это всё болезненность. Вам, вот, мне позволяет этого сделать. То есть, тут, как бы, история, да, она вот, эээ, ну, тут история, она такая, по сути. Так вот, казалось бы, да, что болезненность, эээ, в этом, ну, в смысле, в том, что, эээ, что, ваша мама прерывает общение. Мы же не маленькая, да, чтобы, так на это реагировать. Но, тем не менее, всё равно, болезненно, болезненно, тяжело. Тяжело. А из-за чего тяжело? Знаете, вот, что конкретно тяжело? В чём тяжело, в чём болезнь? Давайте, эээ, как-то вот раскроем, раскроем эту историю более, ну, более подробно, да? Вот. Что, что именно болезнь? я думаю, что конь кроется здесь. То есть, я опять же, не знаю, да, я не знаю, как, эээ, эээ, я не знаю, как вы над собой работали, и, что вы сделали, да, но, очевидно, это результат не принёс, тот, который вам бы хотел. Дальше, ээ, значит, так, недавно она прилетала, мы поссорились, опять же, ээ, понимаете, история здесь следующая, что в ссоре, ответственность несет двое человек. Знаете, Мария, вот, эээ, будучи взрослым человеком, да, будучи, уже семейным человеком, будучи женой, эээ, будучи, сформировавшейся личностью, по сути своей, эээ, вы, внесли вклад в эту ссору, с мамой. Вы внесли вклад в неё. Почему? Какой, какое именно, эээ, именно ваше поведение сыграло роль, какую роль сыграло ваше поведение? Я человек спокойно, держу себя в руках, разговариваю спокойно, обычно стараюсь найти компромисс, стараюсь, эээ, создать конструктивный разговор. Это всё здорово, но, во-первых, бесконфликтному общению ещё нужно учиться, так, чтобы, эээ, не провоцировать, например, эээ, людей таких в пыльчах, как ваша мама, да, то есть, то есть, эээ, именно не провоцировать. Это с одной стороны. И, с другой стороны, вот эта вот, ваша, сдержанность, она, вызывает у меня некоторые, ну, скажем так, некоторые, сомнения, да, потому что, ну вот, мне кажется, что, за этим, за этим, эээ, за этой сдержанностью, может скрываться, что-то, напросто, например, стеснение, или, вот, что-то, что-то, что-то такое. Вот. И, признаться честно, мне бы этого не хотелось, да, то есть, если, вот, у вас это действительно так, если вы, эээ, эээ, ну, тяжело выражаете свои чувства, да, то есть, пацан ждет себя в руках, то вам нужно научиться выражать свои эмоции более адекватно, выражать их без негатива, без наезда, вот, у вас, возможно, эээ, вот выражение своих эмоций ассоциируется исключительно с, эээм, с криком, вот, исключительно, исключительно с обвинением, вот, и так далее. То есть, тут, эээ, тоже нужно смотреть, свои эмоции нельзя забивать, потому что, забивая, да, и не проявляя силу свою, вы тем самым, эээ, провоцируете, эээ, агрессора, в данном случае это ваша мама, ну, ваша мама, в данном случае агрессор. вот, эээ, и вы, эээ, провоцируете агрессора, вот, эээ, тем, что, пытаетесь себя сдерживать, вот, эээ, вот, это еще больше, ээээ, разращает, в данном случае, вашу маму, вот, который, который, эээ, вероятно, нужно, только такая, форма обратной связи, нужна, только такая, форма обратной связи, как, эээ, крик, вот, поэтому, я думаю, что, здесь, очень важно, вам, правильно, научиться выражать эмоции, выставлять границы, использовать ваше спокойствие, которое является силой, ваш конструктивный диалог, который, эээ, является, огромным плюсом, вот, эээ, себе во благо, да, то есть, а не просто, эээ, увидеть это в качестве, ну, например, эээ, допустим, ну, допустим, 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 в качестве, эээ, еще одного, еще одного барьера, вот, понимаете, поэтому, мне история, мне ситуация ваша видится вот такую, что, у вас, есть, эээ, богатый потенциал, у вас есть хороший потенциал, у вас есть, эээ, замечательный потенциал, для того, чтобы, эээ, хорошо контактировать с твоей мамой, но и для этого, нужны, эээ, нужны корректировки, да, вот, правильное умение, правильное умение, выражать, эээ, свое желание, и говорить вовремя, вот, и тут, как бы, мама, вот она, ну, 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 вспылит она, да, ну, и что, ну, вспылит, ну, покричит, сколько она будет кричать? Ударить все равно она лап уже не сможет, да, мне кажется, тут есть во многом, а, именно такая, знаете, эээ, инертная позиция, в плане того, что вы боитесь себя по привычке, потому что, ну, не проявляете свою силу. Как только вы почувствуете свою силу, а сила ваша уже есть, то, история поменяется, что вы сможете чувствовать себя маленькой девочкой с ней, маленькой девочкой, которая боится. Зато, вот, по вашему, эээ, тексту, да, это, считается, очень, 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 очень ясно, ясно. Дальше, так, она перейдла на личность, стала оскорблять, эээ, меня, очень грубыми словами, преимуще, попрекачивать меня деньгами, что она мне когда-то, что-то дарила и помогала, и т.д. Знаете, дальше вы начинаете оправдываться, дальше вы начинаете, эээ, говорить, нам, что, что вы хотите сказать, и, ей, для того, чтобы самоутвердиться. по сути, вы пытаетесь, что называется, эээ, закрыть ситуацию, потому, что вы фрустрируете, вот, ибо нам, как психологам, да, эээ, все равно, что вы, сами себя обеспечивали, что вы, сами работали, что вы, на свои деньги, эээ, закончили университет, и т.д. нам, на этом все, все равно, нам не плевать, но, это не имеет значения, в данном случае, а вы это говорите, говорите, как бы, эээ, в том контексте, что, типа, мама всего этого не ценит, что, типа, вам обидно, я понимаю, что вам обидно, но это говорить нужно маме, не нам, понимаете, вот, и говорить это нужно, для нее, не для себя, вы же пока говорите, это все исключительно, только для себя, это все нужно вам, подумайте для чего, для своему утверждения, для, не знаю, для того, чтобы показать, что вы, эээ, такая же, как ваша мама, ну, в плане того, что, такая же, эээ, способная, сильная, и так далее, может быть, еще какие-то есть причины, знаете, вот, но, что ваша мама вас оскорбила, да, то, что ваша мама вас оскорбила, это понятно, то есть это понятно, она вас оскорбила, понятно, что, это, эээ, неприятно, да, то есть это, ну, никому не может быть приятно, да, это понятно, это понятно, что, вам это было неприятно, но, опять же, оскорбить можно, только того, кто уязвим, то есть вас это как-то задело, а не должно задевать, знаете, какая история, не должно вас это задевать, в принципе, вас это задевать не должно, почему, потому что, если вы, делаете все, что от вас зависит, если вы делаете все, что в ваших силах, то, вы уверены в себе? Получается, что вас задевает, вся эта ситуация задевает вас потому, что вы в себе не уверены, так и давайте подумаем, если вы в себе не уверены, то вы в чем-то в себе не уверены, в чем конкретно вы в себе не уверены, и почему? Понимаете? Вот это, точно нужно вам, эээ, для себя, понять. Вот. А, значит, дальше, я 14-ти лет подрабатывал, все деньги отдавала маме. Зачем? Зачем? Если у нее было больше, то зачем вы отдавали свои деньги? Чтобы заслужить одобрение. Чтобы заслужить любовь. Потом в власти жила отдельно, сама зарабатывала, институт закончила свои деньги, обеспечила себе сама. И что? Мария. Вот и что? К чему вы это написали? Чтобы заслужить, мы какой вывод должны сделать из этого? Вот. Что нам это даст? Ну, вы молодец. Да. А для чего вы это все делали? Зачем вы это все делали? Вы это все делали потому что вы хотели этого? То есть, вам это нравилось? Вы считали, что так здорово, что ребенок должен так себя вести? Что это нормально? Что это здорово? Вы поэтому так поступали? Или вы поступали так по другой причине? Например, вы поступали так, потому что знали, что этого ждет, а что этого ждет от вас ваша мама? Ну, или, или, или думали, что этого ждет от вас ваша мама? И, простите, тогда, если вы это делали ради своей мамы, то это делали не вы, это были не вы. Как бы. То есть, это не вы действовали не по своей воле. Так, вы действовали так, просто для того, чтобы мама была довольна. Вот и все. Но это ни в коем случае не ваш выбор. Собственный. Именно поэтому, именно поэтому, именно потому что это вот не ваш собственный выбор, вы себя так и чувствуете сейчас. Именно поэтому вы себя так чувствуете. Потому что, потому что, вы не свободны были со своих решениях. Потому что вы, эээм, ну, принимали и действовали не по своим желаниям. Не потому что вам этого хотелось. А потому что Астакс, например, эээм, хотела вас к нам. Вот и все. И осуществили эту историю. Так, а вы сами чего хотели? В этот момент, в этот момент. Тогда. А как вы это реализовывали? То, что хотели. Реализовывали ли? А сейчас вы это реализовываете? Мне почему-то кажется, что нет. Мне почему-то вот кажется, что сейчас вы это не реализовываете так же. Почему-то почему вас это задевает. Да? То есть то, что вы пишете, что что вы пишете очень сильно, очень сильно, похоже на обиду. обиду. То есть это я, вот, типа, вот я же так старался, а она же вот, как бы, так, ага, старались тогда для чего. А чего вы ожидали? Что вам она одобрит вам? Она может одобриться вообще? У неё есть ресурсы вообще это сделать? Или какого вы от неё ждёте поведения? Знаете ли вы, Мария, вот просто знаете ли вы, что есть оскорбление? Не в правовом, не в моральном, а в психологическом смысле слова. Знаете, что такое оскорбление? Это когда человек говорит нам то, чего мы от него не ждём, о том, о чём мы не осведомлены, если это касается нас. Ну вот, это оскорбление с точки зрения психологии. И? Что сказала ваша мама вам такого, что вы не знали о себе? Что сказала мама такого, что ей не свойственно было? Ну, говорить. Ладно, если бы там, не знал, ваш ребёнок, например. Кстати, не знаю, есть у вас ребёнок, да или нет. Нет, про детей вы ничего не писали? Ну хорошо, допустим. Допустим. Если у вас есть ребёнок, да, и представьте, что ребёнок начал говорить такие вещи, ой да, это обидно, это неожиданно. Что в таком случае происходит? У вас есть чувства, у вас есть чувства. Вы понимаете, что, ну, раз ребёнок такое сказал, значит, наверное, что-то происходит, значит, наверное, ребёнок, ребёнок там страдает, значит, наверное, ему тяжело. Логично же, правильно? Ну вот. И, соответственно, тут чувства выступают именно в качестве мотиватора для выяснения ситуации. Потому что ребёнок такие вещи говорить не должен. Правильно? Правильно. А ваша мама, которая вас убила, которая властная женщина, это всё. Настолько ли неожиданно было слышать от неё такие вещи? Ну, мне кажется, что. Вот. Ну, бас, это за дело. Вопрос в том, в чем, да? Ну вот. Так. В итоге мы прекратили общение. Через две недели она мне позвонила и стала разговаривать на повышенный сценарий, и я стану воспитательным в том, почему я позволяю себе не звонить и не интересовать свои дела. Ну, первое. Либо человек-эгоист, то есть, если вы только вы можете знать, что это. Либо человек-эгоист, либо надбак пытается примириться. И вы, опять же, это знаете. Я ответил, что я до сих пор не отошла от той ситуации, и не чувствовал желания для общения, на что она вспыливает, стала меня во всем снова обвинять, разговаривать на повышенный сценарий и бросила трубку. Но это чувство вины. Это чувство вины, с которым надо отправиться в вашу анимацию. Она вообще не умеет направлять вину в реконструкцию нервов. Как правило, вот такие люди, они только так себя ведут. Я не знаю, как теперь быть, стоит ли наладить отношения. Как это сделать? Ну, в принципе я сказал, да. То есть, как быть, чтобы что. Да, то есть налаживать отношения с мамой или не налаживать отношения с мамой – это решать исключительно вам. Исключительно вам этот вопрос решать. Вот. Иси хотите наладить отношения с мамой, это ваш выбор. Вот. И общение наладить можно. Но для этого нужно, с одной стороны, перестать оскорбляться. Это важно в силу того, что она вспыльчивая, в силу того, что она вот такая, она будет вспыливать, она будет реагировать так, это все будет, знаете, это все будет, ну, как бы с ней, да, это все будет, вот. Поэтому вам нужно перестать задеваться, вам нужно перестать задеваться от ее такого поведения. Перестать задеваться, перестать обижаться, не ожидать от нее ничего, ничего другого, но четко говорить спокойно, говорить, что мама, мне очень неприятно, что ты, например, так себя ведешь, мне очень это не нравится, я не буду с тобой в таком тоне разговаривать. Она покричит, покричит и перестанет. Сколько еще раз повторю, да, вот сколько она может говорить, ну, сколько она может кричать и кричать? сама. Сколько она будет кричать без вас? Именно без вас, вот одна, сколько она будет кричать? Да, она вот тянет. Она вот тянет этот взгляд. И вы это знаете, и я это знаю. Ну так давайте будем как бы смотреть правду в глаза и признаем то, что ваша мама измениться не в силах. Она бы хотела, может быть, но не в силах. Так может быть не надо тратить, тратить время на то, чтобы ее изменить и сил. Лучше принять ее такой, какая она есть, и себя принять такой, какая есть вы. На мой взгляд это куда более логично, чем то, что вы делаете сейчас на самом деле. Вот. Дальше. Так. Я просил ее больше не разговаривать со мной, она не занималась и обменяла всех мерных грехах в новую школу. Значит, смотрите. Простите, не разговаривать ее с вами так. Идея хорошая. Важно то, как конкретно вы это делаете. Это первое. Первое очень важно, как конкретно вы это делаете. Как конкретно вы ей сказали, чтобы она с вами так не разговаривала. Вот. Это первое. Второе. Какой реакции вы ожидали. И третье, как вы себя вели дальше. Она обменяла вас во всех мерных грехах. Пускай обменяет. Обменяет эти слова ничего не стоят. Абсолютно. Эти слова ничего не стоят. Но они вас задевают. Вот очень важно, чтобы они вас перестали задевать. Знаете, вот очень важно, чтобы они перестали вас задевать вообще. Чтобы они не задевали вас, эти слова. Вот если они перестанут вас задевать, да, если они перестанут вас задевать, то с этим уже, с этим уже можно будет что-то делать. С этим уже можно будет работать. Понимаете? Вот. Вот. И вы, вы тогда сами, вы тогда сами уже сможете взаимодействовать с вашей мамой куда более конструктивно, куда более продуктивно и куда более непринестенно. Вот. Чем сейчас. Ну, потому что. Да, потому что. Потому что. Вот. Я не сторонник. Пишите вы. Совсем не общаться с родителями. Всегда стараюсь поддерживать отношения, несмотря ни на что. Но пока не знаю, что делать. Опять же, не знаю, что делать, чтобы что. Мы тоже не знаем, что делать, Мария. Мария. Вам нужно самой определить для себя то, что вы хотите. Хотите общаться с мамой? Хорошо. Как? Если вы хотите общаться с мамой? Как вы хотите общаться? Может ли она дать вам такое общение, такое общение, какое вы хотите? Вот. Ну, то есть, может ли она вам, может ли она вам это предоставить? Может ли она предоставить вам такую форму, такую модель общения? Что? На мой взгляд, нет. Так, по крайней мере, до тех пор, пока вы её сами не научите. Понимаете? Вот это то, что я могу вам сказать. Исходя из того, что вы написали. Понимаете? Дальше, значит, прошу вас посоветовать, уважаемые пациенты, как строить общение с мамой в таком случае и как стоит себя вести. Общение, в таком случае стоит строить с ней жестко очерченными границами. Вот. То есть, это должны быть прямо жестко очерченные границы. То есть, мама, ты можешь сделать то-то, то-то, ты не можешь делать того-то, того-то. Всё. 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 Больше, больше ничего. И просто эти границы соблюдашь. Вот и всё. По сути. Вот. Но средства, средства, которые для этого вам, вероятно, понадобятся, у вас, возможно, не имеются. Потому что вы обижаетесь, вы оскорбляетесь, вы принимаете её слова, ну, за чистую монету. По сути. Ну и... Вы далеко не уедете. С такой пози... С такой позиции. К сожалению. С такой позиции... С такой позиции далеко вам не уехать. Со вспыльчивыми людьми... Со вспыльчивыми людьми... Со вспыльчивыми людьми... Общаться. Не... Не... Не понимаю. Кхм. Или... Не отдавая себе отчёты в том, что у них... Ааа... Просто... Заниженная самооценка, например. И именно поэтому они ведут себя так. Нельзя. Со вспыльчивыми людьми общаться. Не отдавая себе отчёты в том, что через своё вспыливание, через свою такую вот... Значит... Ну... Агрессию. Они пытаются получить то внимание, которое им нужно, и ту любовь, которую они хотят. Нельзя. Вы либо для себя это понимаете и принимаете, коли вы хотите... Ну... Ну, коли вы хотите общаться со своей мамой, да, и взаимодействовать с ней. Либо нет. Если вы сможете признать, что она будет такая, что проблема у вас, в вашем реагировании. А общаться стоит. Если нет, то не стоит. Не стоит ожидать от неё перемен. Не стоит ожидать, что она изменится. Вот и всё. А в том, чтобы у вас были ресурсы... Для преодоления... Сложности. Вот. В этом я могу вам помочь. И не только я, но и любой коллега на нашем ресурсе. Вы поймите, Мария, вам 31 год, вы взрослая женщина, вы уже жена, вы сама хозяйка. А вы просто вы на маму реагируете, как ребёнок. Вот. Вот. Это... Это вот... Оооо... Ключевой... Ключевой фактор. Так что советы... Советы здесь особо не помогут. Тут нужны средства. Нужны средства и корректировка своего отношения именно к себе. А дальше... Дальше будет видно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку у Будурата матч, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.